14-летняя Катя Бодрова во вторник ушла на занятия в школу и домой не вернулась. Тревогу забили родственники. Мать девочки обратилась в полицию. 29 сентября в дежурную часть отдела полиции города Шимановск поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее 14-летняя дочь ушла в школу, но после уроков домой не вернулась. Незамедлительно полиции были организованы поисковые мероприятия, в ходе которых 30 сентября тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в заброшенной котельной. Полицейские изучили круг общения Кати и вычислили подозреваемого. Им оказался одноклассник девочки – подросток из неблагополучной семьи. В школе его характеризуют отрицательно. Он прогуливал уроки, убегал, занятия хулиганил. На допросе у следователей мальчик признался в убийстве. Данный подозреваемый указал место совершения преступления и указал, каким способом он совершил убийство. В настоящее время несовершеннолетний подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Как именно была убита девочка, следователи не говорят, но подчеркивают, убийство было жестоким. Оба подростка учились в коррекционном классе. По предварительной информации, после уроков они пошли в котельную, чтобы употребить токсичные вещества. Однако по какой-то причине подростки поругались, после чего произошло убийство. Сейчас следователи проводят экспертизу и проверку показаний на месте преступления. Если суд примет решение о заключении школьника под стражу, то его отправят в СИЗО в корпус для несовершеннолетних. Максимальное наказание, которое может грозить несовершеннолетнему – 10 лет лишения свободы. Наталья Шепелева, Альфа-Новости. Продолжение следует...